Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я Андрей Усенко. И у меня в гостях сегодня человек, которого я вначале хотел представить трижды председателем, но председателем дважды и единожды президент. Сергей Улитин, председатель совета директоров группы компании ВТК «Энерго», председатель общественной палаты Кировской области и президент ассоциации выпускников президентской программы, опять же, Кировской области. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Три ипостаси были названы, еще какие-то добавите сами. Я могу добавить член общественного совета при региональной службе по тарифам, при Министерстве энергетики и ЖКХ, председатель общественного совета администрации правительства Кировской области и жилищной инспекции. Хорошо. Это все вот такие общественные ипостаси. А вот по внутреннему ощущению еще какие-то есть. Сергей Улитин – это? Это дважды дед. Дважды дед. Замечательно. Ну, вот, собственно говоря, обо всем об этом мы поговорим. Суть и содержание программы строится на том, чем мои гости занимаются по жизни, что называется, чему посвящают часть своей жизни. Сейчас, будучи не так давно избранным председателем общественной палаты, как примерно распределяется рабочий день с учетом всех тех звучных и более или менее звучных должностей, которые мы назвали? Традиционно стараюсь на работу приезжать полуосьмого. Это в том числе связано с тем, что живу в Порошино. И самый удобный трафик такой, что… Позже уже в пробке встаешь серьезно. Ну, да. Жалко терять время, хотя тоже, на самом деле, когда уехал за город, может быть, такое лирическое отступление, оказалось, что это очень хорошо – жить в 30 минутах от дома. Едешь на работу, переключаешься, настраиваешься на работу и обратно переключаешься на дом. И, наверное, это я бы записал в плюс удаленности от работы. С полвосьмого до девяти стараюсь оперативные какие-то вещи на работе посмотреть или как-то разгрести. С девяти до десяти – это работа с документами, которые накопились по Общественной палате. В основном работа с письмами и распределение, кому что делать. А дальше как карта лежит? Это или работа, или совещание в правительстве. Работы много. Сильно практикую деловые обеды. Мне очень нравится. Время такое, оно, казалось бы, неформальное, но то время, которое мне жалко терять, и поэтому встречаемся или по общественной деятельности, или по работе непринципиально в разных местах. Ну, и много что успеваешь за это время обсудить, согласен. Да. Культура, которая в крупных мегаполисах давно распространена, там и завтраки совмещают уже с рабочими встречами. Там, правда, они начинаются чуть позже, чем у нас. Но это действительно полезно. Но, Сергей, не буду скрывать, собственно говоря, я там вопрос постараюсь довести до конца. Все-таки, если взять за 100% рабочее время, сколько уходит непосредственно на основное место работы, предпринимательскую деятельность, бизнес, сколько на общественную? Две трети на работу, трети на общественную деятельность. Что заставляет человека заниматься общественной деятельностью? Давайте мы с вами, как нынешний предшествующий руководитель общественной палаты, можем напомнить нашим зрителям, что это безвозмездная деятельность. И, собственно говоря, руководитель общественной палаты никакой заработной платы не получает. Больше того, я прекрасно помню, как на свои деньги ездил и в командировки, и даже канцтовары покупал. Что сподвигает этим заниматься? Вообще, если говорить об общественной деятельности, есть несколько категорий. То есть, вот такие, как мы с вами, наверное, шило, как говорится, в определенном месте. Но есть общественники, которые, как ни странно, они очень яркие. Но это как звездочки на горизонте. Ярко выступая и подхватывая какие-то острые темы, они добываются только одного – своих личных интересов. Они умеют монетизировать. Да. Вопрос монетизации. И как раз для себя я каждый раз соглашаясь на какое-то действие, всегда взвешиваю, чтобы это не противоречило принципу, что это не мешает работе. То есть, вот такая тонкая грань. С одной стороны, ты максимально эффективен там, где ты занимаешься профессионально. Вот вопросами ЖКХ я занимаюсь и профессионально, и по общественной деятельности. Но провести вот этот раздел и не извлекать доход из общественной деятельности, ну, в некоторых случаях это, ну, понятно, что относительно просто, но грани иногда бывают очень тонкие. Удается. Бывают сложные моменты, когда приходится делать выбор между интересами бизнеса и общественной деятельности. Опять же, вопрос с подвохом. Знаю хорошо по себе, что действительно бывают такие ситуации. Как внутри с этим, как самому с собой договориться здесь? Ну, на самом деле, несложно. Ну, и опять же, вот, знаешь, вот часто упрекают, что если посмотреть на общественников, то там в основном люди, которые или руководят, или чем-то еще таким занимаются. Но, с другой стороны, наверное, если бы я продавал, как у нас ребята продают, наш товар, то у меня бы просто физически не было времени заниматься общественной деятельностью. Это не хорошо, не плохо, это просто можно отметить как галочку, то есть у тебя должны, должно появиться какое-то время, а некоторые находят личное время. Вот старшие по домам, это как раз та категория общественников, которые вот, вот они как раз находят время, но у них, правда, формат общественной деятельности такой, что им лучше всего коммуницировать тогда, когда все закончили работу, все дома. Ну, вот это вот, ну, то есть общественная деятельность, она настолько многогранна, и, наверное, самая хорошая общественная деятельность, к сожалению, это та, которая идет за деньги. Ну, вот, как бы мы к этому ни относились, да, то есть мы вот видим, как яркие вот эти личности приходят, уходят, кому-то интересно, у кого-то появляются в жизни другие ориентиры, а те случаи, когда вот те же ребята, которые эко-пункты, они же эти год из года выигрывают гранты, и у них все-таки это является в том числе и, то есть, это благородно, это общественно, но при этом это бизнес, то есть мы все это понимаем, и мы видим, как они, ну, как бы системно развиваются. Ну, я соглашусь, для меня это тоже в свое время там было определенным таким вызовом, на который я сам себе отвечал, я так сказал, если человек, ну, как бы всю свою там, да, все 100% времени посвящает общественной деятельности, это должна быть профессиональная общественная деятельность, тогда она будет качественной, она будет результативной, эффективной. Но при этом я всегда был за то, что там члены общественной палаты, которые, собственно говоря, там не 100% далеко времени посвящают, они должны работать на безвозмездной основе. Хотя в мое время и там какое-то время даже на федеральном уровне поднимался вопрос о том, что членам общественной палаты надо платить зарплату. Ну, я понимал, что это сразу тупиковая история, когда стремится, понятно, кто будет стремиться стать. Ну, я уж извиняюсь, что перебиваю, но чуть-чуть докрутим. Вот на самом деле, чем отличается, допустим, общественная палата от ассоциаций выпускников учрежденческой программы? И там, и там те, кто являются членами, работают бесплатно, но в общественной палате есть аппарат. Да, немного, да, три человека, но это те люди, которые постоянно, потому что ведь самое простое это что-то, а давайте вот это сделаем. Но организационная работа, которая обычно не видна, но которой очень много, как раз выполняется теми девочками, которые работают в аппарате. Здесь вопросов нет, я говорил исключительно про самих членов палаты. Аппарат выполняет огромный объем работы, и, собственно говоря, там, жаль, что получает не самую высокую зарплату за ту качественную работу, которую выполняет. Опять же, мы там оба хорошо это знаем. Было что-то неожиданное, с чем пришлось, с чем столкнулось, когда стали председателем общественной палаты? С одной стороны, большой опыт был уже общественной деятельности, но это новый шаг, новая ступень. Было что-то, чего я не ожидал? — Да. Я постарался почти на все комиссии сходить и понял, что где-то мне очень интересно, и, ух ты, а почему я этим до этого не занимался, это прямо ведь тут и интересно, и есть где приложить свои усилия, а есть какие-то вещи, которые не очень понимаю. На примерах, наверное, сейчас не приведу, вот так вот. Но, как всегда, вот в любом проекте, общественном проекте, есть те, кто ведут проект, и те, кто... — Кто тянет, и те, кого тянут. Я так это называю. — У меня был такой общественный проект, когда я жил на свободе, у нас там был небольшой дом, три дома под одним забором. И я туда заехал первый, мы как-то заехали, подружились с тем домом, у нас, правда, было не очень много, девять квартир, и три года подряд у нас был субботник. Перед майскими праздниками мы прибирали двор, красили деревья, сажали деревья, потом собирались шашлыками. Десять лет назад я оттуда уехал. И все говорят, Серега, вот при тебе это было каждый год, без тебя ни разу. Я говорю, так ведь все те же остались люди. То есть должен быть один, вот что я за общественное вот это вот за все это время, когда я этим занимаюсь, что я обратил внимание, если один человек заряжает других, то большинство охотно подхватывает и выполняет какие-то простые действия, и потом даже более того в процессе выполнения находит возможность еще и инициативу проявить. — Но этот настоящий буйный, он должен найтись. — Да. — Потому что все почему-то ждут, когда кто-то их сорганизует, хотя бы вот это сделать. Ну, про общественную палату еще поговорим, я думаю, время будет. Пока хотел бы про нее задать, ну, вернее, так скажем, предварительный вопрос задать по поводу того, что будет меняться в общественной палате в период руководства ей Сергея Улитина. — Три вещи, которые я еще на пленарке сказал, и от слов своих не отказываюсь. Первое — это палата, это все равные и все энергичные, поэтому нет там какого-то… Вот мне бы как раз хотелось уйти от роли лидера единственного и неповторимого, потому что я считаю, что там есть очень достойные, уважаемые и направления разные, и поэтому одна из задач — это чтобы видны были все. Второе — это изменение информационной политики. мы начали этим заниматься. Я считаю, что те упреки, которые прозвучали летом прошлого года, о том, что палата не видна и не слышна, я их абсолютно принимаю, потому что мы живем в какое-то странное время. Мало что-то сделать, если ты про это не рассказал, то считай, что ты этим не занимался. правильно подать информацию, ну, наверное, это и правильно, даже по смыслу общественной палаты, потому что действия общественной палаты должны быть максимально публичны, потому что они направлены на большое количество граждан. и третье, ну, наверное, то, что мне казалось, сделано недостаточно, но я смотрел узко и теперь вижу, что это было неоднородно — это вовлечение максимального количества инициативных граждан. У нас есть куча проектов, которые, про которые палаты не знают, которые не знают про палату, а мы, в принципе, можем быть полезны друг другу. И вот летняя встреча, мы встречались, пришел я на встречу губернатора с общественными объединениями, это и Уткин парк был, вот такие ребята, которые, там, площадка андеграунд, интересная получилась встреча, и я вижу, что по тем вопросам, которые они задавали, вот когда губернатор говорит, что конкретно, вот что конкретно, чем вам помочь, они плывут, они не умеют разговаривать с властью, это действительно власть говорит на своем языке, они не умеют разговаривать, а у нас в палате такой опыт накоплен, мы знаем, как написать правильный документ, мы знаем, куда его написать, и поэтому мы уже начали в Центре общественного контроля этим заниматься, приглашать общественное объединение, связанное с вопросами ЖКХ, на свою площадку, и более того, мы даже в Союз жизнедеятельности мы и съездили, и там у них провели по экономике, я думаю, что ближайшая комиссия у нас пройдет в Центробанке, у которого, оказывается, есть свои задачи по повышению грамотности населения в вопросах, в финансовых вопросах, вот. То есть не только по повышению ставки, но и... Да нет, нет, вот действительно неожиданные такие пересечения, мы подписали с ними соглашение в том числе, вот это третья задача вовлечения и помощи тем общественным активностям, которые уже существуют. Ну, я сейчас сложный вопрос задам, сложный. Вот мы говорим про лето прошлого года, на дворе март, время было на то, чтобы с этими же ребятами с Уткин парка, там, пространство андеграунд, что удалось за это время? Я понимаю, что председателем только в ноябре там, да, был избран, но что-то уже удалось в актив записать, идут эти движения, нужно ли это им? Я в свое время сталкивался с историями, когда, ну, вот, что называется, есть тот, кто толкает, кого толкает, да, то есть иногда ты толкаешь-толкаешь и понимаешь какой-то момент бессмысленности от этого. И это не хорошо, не плохо, это просто люди, которые идут своим путем, он с твоим не пересекается. А тут формат очень интересный. Сперва отвечу честно, больших плюсов пока записать мы не можем, в том числе потому, что, ну, мы только что сняли маски, ну, практически только что сняли маски, волна не закончилась, и вот эта волна, я успел поболеть этим омикроном, поэтому двинулись не сильно, но это, в принципе, не мешает двигаться дальше, у меня есть два года, чтобы успеть всех. А второе, что прозвучало, а надо ли это им? Нет задачи обязательно кому-то помочь. Это задача максимум. Есть задача минимум, познакомиться, узнать друг о друге. И, наверное, любое общественное объединение, как бы оно к этому ни относилось, оно, наверное, ожидает признания. Ну, наверное, прийти о себе, о своих успехах и прийти и рассказать на Общественной палате Кировской области, ну, наверное, мне как юному общественнику было бы, наверное, как минимум приятно. Хорошо. Как познакомиться с Сергеем Улитином? Ну, нас слушают, в том числе те, кто там занимается общественными проектами, захочет о себе рассказать, захочет получить ту самую поддержку. Отлично. Тогда есть сайт Общественной палаты, на нем есть электронная почта, телефоны. Есть в социальных сетях, наверное, во всех, кроме Одноклассника. Одноклассника. Тех, что остались. Ну, да. Больше всего люблю Телеграм, не очень люблю Ватсап, потому что на компьютере неудобно. Единственное, что на самом деле для себя, вот, если говорить о тайминге и о деловых подходах, я разделил как. У меня есть телефоны СМС, которые практически не отключаются хотя бы в режиме вибрации. У меня есть социальные сети, которые включены уведомления со звуком, это Телеграм. Все остальное без звука, ВКонтакте без уведомлений, электронная почта без уведомлений. Их смотрю по остаточному принципу, потому что, ну, вот, закопаться вот в поток информации можно, но не нужно. Выкопаться сложно. Ладно, хватит про Общественную палату. У нас еще масса применений Сергея Николаевича. Ассоциация выпускников президентской программы. Звучит громко, примерно, ну, наверное, многие себе так представляют, что это такое. Что это на самом деле? Кто эти люди? Это самая долгая по времени программа переподготовки управленческих кадров в России. В этом году мы отмечаем 30 лет, если не ошибусь, могу ошибиться. С 92-го года. Да. И все это время эта программа продляется, продляется, продляется. Если раньше, когда я поступал на программу, там можно было пройти переподготовку только реальному бизнесу, реальному сектору экономики, то последние пять лет это еще и врачи, педагоги, и, наверное, это правильно. Ну, хорошо, мы все-таки, это сама программа. Это федеральная, там, государственная программа повышения квалификации, обмена опытом, развитие управленческих кадров. Ассоциация выпускников. Понимаем по названию, что это те люди, которые закончили эту программу. Что из себя сейчас представляет? Сколько человек? Какие формы реализации этого потенциала? Что это такое? Что за сообщество? Президентская программа за полгода, там срок обучения полгода, сближает достаточно сильно. Люди все относительно одинакового возраста и, скажем так, подходов, одинаково заточенные, потому что примерно все управленцы. Поэтому это ощущение вот этого плеча, общение, хочется продолжать. Ассоциация для себя стоит две задачи. Первая задача – это площадка для общения, в том числе и неделового, досугового общения. И это программа дополнительной подготовки. Мы понимаем, что знания устаревают. В свое время еще в Политехническом университете Кондратов говорил о том, что в современном мире знания должны быть постоянные, и Ассоциация решает эту задачу. Ну, наверное, третья задача – это обмен бизнес-идеями, бизнес-проектами и бизнес-советами. То есть, вот такое работает. Это с точки зрения задачи, с точки зрения формы работы. Ну, понятно, что у нас есть там традиционные коньки. Ну, правда, эти два года все сломал коронавирус. Что-то, что такое, понятно, традиционные коньки. Это вам понятно, вы нам расскажите. Чертко бери, но... А, ну, кстати, шаг назад сделаю. Значит, в чате в нашем 200 человек, программу закончило тысяча, но кто-то уехал из города, кто-то, ну, как мы уже говорили, не очень активен. Боевых штыков примерно там 100-150. Тех, которые можно подтянуть, те, кто в активности. Не каждый может похвастаться, что 4 января он соберет своих на коньки. Это да, это достижение в России. Поэтому... Второго не рискнули, но четвертого смогли, да? Летом у нас есть соревнования по картингу. Мы гоняем, в общем-то, ну, понятно, это на природе. Понятно, что это еще и общение. У нас есть очень классная форма, которую я пытаюсь и в палате немножко так насаждать. Это выходы на предприятия выпускников президентской программы. Там всегда ставим две задачи. Первая – это познакомить с действующим каким-то бизнесом в Кировской области. Очень полезная задача. И вторая... Ну, то есть, понятно, что больше узнаем про то, что производится в городе Кирове. Например, на одной из... Вот мы ходим, и оказывается, московское метро, вот эти ограждения нержавейка, их делают в городе Кирове. Оказывается, что эти электронные браслеты, с которыми ходят все школьники в Москве, опять же, тоже делают в городе Кирове. И таких историй, на самом деле, много. И это надо знать, потому что вот мы как-то на всякий случай не гордимся своим регионом, а гордиться-то на самом деле есть чем. Есть чем, и надо знать об этом, и часть Сбербанк-онлайн-приложения пишут у нас в Кирове. И таких историй, на самом деле, много. Мне жаль, что мы мало о них рассказываем, и мы в ТПП стараемся вытаскивать эту историю в паблик, потому что искренне считаем, что нам есть чем гордиться. Поэтому здесь, что называется, давайте объединять усилия и делать это вместе. Это, ну, такие, вне рабочей активности. Чем помогает ассоциация внутри с точки зрения делового общения? Что это дает тем, кто, может быть, пока выпал из поля вашего зрения, закончив программу, захочет вернуться? Что дает ассоциация с точки зрения бизнесовых интересов, так скажем? Бизнесовые интересы, вот в самый пик коронавируса на нашей площадке появлялась вся самая свежая информация, которую мы агрегировали у себя на площадке и получали обратную связь, что это прям здорово и было своевременно. Сейчас, в общем-то, в том числе решаются кадровые вопросы, люди там в площадке. То есть мы продолжаем, времена непростые, мы продолжаем вот эту оперативную информацию доносить, та, которая уже отсепарирована и уже касается именно бизнеса, причем та, которая уже действующая. У нас есть прекрасный наш выпускник в президентской программе Женя Колупаев, который не только помогает нам публиковать постановление правительства, а выделяет то, что изменилось. Читать помогает. И дает комментарий, да. Понимать помогает. Кстати, Андрей Ленинович, помнишь или нет, был такой проект, народный бюджет, это когда рассказывали простым языком о том, что, собственно, заложено в бюджет. Вот я считаю, что эта история была прекрасная. Ну, она ведь сохранилась на самом деле. То есть она не так публично, но на сайте Минфина каждый год эти презентации готовятся и выкладываются. И я, например, позапрошлом году я задавал вопросы, связанные с тем, что рекомендую тоже посмотреть. Там есть статья, касающаяся развития гражданского сектора, по-моему, как-то так называется, в Кировской области. Или там, ну, что-то вот такое, значит. И я с удивлением обнаружил, там, пару лет назад, что на нее заложено 400 миллионов рублей. 400 миллионов. Это серьезные цифры в формате бюджета, как бы. И на прямой вопрос мне тогда сказали, извините, нам надо посмотреть. Там, по-моему, потом был комментарий о том, что это выборные процедуры, туда внесены что-то еще, это ППМИ. Но сама цифра звучала так красиво. И она так выделялась, но вот не сразу на нее ответили. Вот. На самом деле, народный бюджет есть. Мы с ним работали в рамках комиссии по экономике, общественной палаты. И, например, было интересно, опять же, там, по снижению доходов мы задавали вопросы. То есть у нас осенью представленный проект бюджета предполагал снижение доходов по налогу на прибыль. Ну, тогда, наверное, мы говорим еще немножко про разные вещи. Я говорил про то, что... А, проект «Народный бюджет», который был в муниципалитетах, когда люди... Нет? Нет, совсем другое. Мы задались вопросом в какой-то момент, почему люди не ходят на общественное слушание по бюджету. И ответ оказался очень простой. Потому что в том формате, в котором это подается на публичных слушаниях, подготовленному человеку очень трудно с листа воспринимать. А тем, кто не занимается этим профессионально, ну, практически набор цифр, из которых нельзя никаких выводов делать. И мы это транслировали в какой-то простой, понятный язык. Наверное, уникальный проект. Я всегда люблю рассказывать. Мы, когда программа капитального ремонта только начиналась, еще ничего не было понятно. Мы договорились с фондом капитального ремонта, что мы соберем с жителей вопросы, и они на них ответят, и мы все это опубликуем. Мы собрали вопросы, они направили нам ответы, и я звоню и говорю, мы такое опубликовать не можем. Потому что я понимаю, о чем вы говорите, и я с трудом продираюсь с скоростью вашей формулировки. Они говорят, мы не можем ответить по-другому, потому что тогда мы какие-то нюансы упустим, и это будет некорректный ответ. На чем договорились? Мы опубликовали вопрос и два ответа. Простой на русском языке, где людей понятны. И официальный. И официальный. Ну, согласен. И с бюджетом действительно была такая история. Он, ну, по крайней мере, готовят они эти презентации. Я здесь, ну, позволю себе, да, там, Сергей, что называется, в силу того, что оба занимаемся этим, сказать, что, ну, на мой взгляд, на общественное слушание не ходят по причине того, что очень редко ты можешь на что-то повлиять. Потому что на тот же бюджет приходя, даже если ты в этих цифрах разберешься, даже если ты поймешь, и даже если ты сможешь внести предложение, очень маловероятно, что что-то из них будет учтено. И я, к сожалению, для себя в свое время это очень хорошо понял. То есть самый лучший мотиватор публичной, там, общественной активности – это результат. Если человек видит, что его, там, деятельность приносит результат, он продолжает ей заниматься. Если нет, через некоторое время все сходит, к сожалению, на нет. И вот в этом смысле, ну, мы, собственно говоря, видим, что в городе происходит, и те же самые слушания по бюджету – это же, как бы, декларация о том, что будет заложено в проект бюджета. На самих слушаниях добиться, там, внесения каких-то изменений практически невозможно, даже если разберешься. Ну, собственно говоря, попытались мы разобраться с тем, что такое ассоциация выпускников президентской программы. Можно ли назвать это клубом? Да, конечно, конечно. Потому что, ну, вот каждый раз мы стараемся все эти мероприятия делать неформальными. У нас как раз обучающая составляющая, она является основой для общего сбора. Хорошо. Тогда, точно так же, как и про общественную палату, как попасть в ассоциацию выпускников президентской программы? Закончить президентскую программу. А дальше вы уже возьмете под крыло. Ну, хорошо. А те, кто выпал из-под вашего крыла, в какой-то момент хочет вернуться в отчае гнездо. Куда? Стучаться и обращаться. Набираешь. Ну, куда? Все знают, вот мы сидим напротив первого здания правительства, Мария Викторовна в первом здании правительства. У нее все есть контакты, есть мои телефоны. Можно набрать в гугле ассоциацию выпускников президентской программы. Будет телефон, по которому я отвечу. В Кировской области, конечно. Ну, что ж, на этом мы ненадолго прервемся. Программа «Разговор по делу». Сейчас короткий перерыв на рекламу и вернемся в студию. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Сергей Улитин, председатель Совета директоров ВТК «Энерго», председатель Общественной палаты Кировской области, президент Ассоциации выпускников президентской программы Кировской области. До перерыва Сергей разговаривали про общественную активность, общественную деятельность. Заканчивая эту тему, потому что хочу еще про бизнес поговорить, что необходимо, на ваш взгляд, для того, чтобы быть непрофессиональным общественником. Я не хотел бы это использовать, потому что, по сути дела, это такая деятельность на собственных началах, что называется. Но какими качествами надо обладать человеку для того, чтобы добиваться в этом результате? Не просто быть общественником или считать себя, а вот добиваться результатов на этом поприще. Что необходимо? Я считаю, единственное, что для этого нужно, это интерес. Интерес к активности или интерес к результату? Интерес к активности. Есть некоторые виды общественной деятельности, которые сам процесс, это и есть результат. Интересно. Пример, да, сразу, а что, собственно, вы имеете в виду, да? Да, 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 то есть. Я привык, я привык у себя на работе сотрудников, он всегда говорит, что меня интересует результат, процесс это в других местах. Вот в каких местах процесс важнее, важен? Ну, вот, наверное... Наверное, вот эти вот созданные, пусть это профессиональная деятельность, это вот эти вот центры местной активности. Ну, это же результат. Я понимаю, что их можно померить. Есть количество, есть, собственно говоря, они созданы. То есть, ну, это результат все-таки, мне кажется. Ну, хорошо. Результат, смотри, вот, подожди, я понимаю, что все можно оцифровать, но то, что они созданы, это не результат. Результат – это та деятельность, которую они ведут. И понятно, что дальше можно мерить, а сколько мероприятий провели, а сколько человек вовлечено. Но мне вот в этом плане даже важнее другое. Не сколько мероприятий провели и сколько человек вовлечено, а насколько удовлетворены те, кто в этом принял участие? Ну, мы, наверное, немножко о разных вещах. Для меня вот в этом смысле там процесс и результат, в чем разница. Я когда, опять же, в свое время заступал на пост секретаря общественной палаты, я тогда говорил о том, что, коллеги, мне кажется, пора перестать быть площадкой для диалога или площадкой для обсуждения. То есть, а то мы вот как-то площадку предоставили, к нам пришли, пообсуждали и разошлись. Надо формировать собственные уже позиции, выступать неким актором происходящего, то есть, активно быть вовлеченным. Но я-то, собственно говоря, хотел вопрос задать с точки зрения того, какими качествами надо обладать, или какие навыки должны быть. То есть, условно говоря, вы сказали о том, что можем помочь активным ребятам обратиться правильно туда, куда надо и как надо написать обращение. То есть, это ведь тоже важная вещь. Ты можешь писать от спорт лото до президента, но, собственно говоря, мы понимаем, что все эти письма где в итоге окажутся, и терять время. То есть, вот такие навыки какие нужны? Откуда они берутся? Я вопрос-то и с первого раза понял. Просто я могу дать ответ, который тебя не устраивает. Нет особых компетенций, которые говорят, вот пока этого не достигнешь, ты не общественник. Как раз навыки появляются в процессе общественной деятельности. То есть, я бы от обратного... Все-таки вот это вот, какой-то волевой импульс внутри себя, что мне это интересно, я хочу в этом разобраться, я хочу... Мне это, может быть, вот как, мне это небезразлично. Может быть, вот так. Мне это небезразлично, и я готов тратить на это свое время. Согласен, и да, наверное, разделяю. Более того, слава богу, это не наносит, собственно говоря, серьезных последствий в случае, если там набиваются какие-то шишки. Совсем немного времени, пять минут остается. Не затронули, к сожалению, там практически бизнесовую плоскость. Представитель совета директоров группы компаний. Компании работают в достаточно серьезном производственном сегменте. Инжиниринг, производство, да. Много лет причем. Приседент год. 31 год. Успею, наверное, спросить только о том, что происходит сейчас, и как компания себя чувствует, и как, ну, представитель совета директоров, там, один из топ-менеджеров компании в данном случае, оценивает ситуацию, что будет. Для нас с января по март это время, когда мы формируем и утверждаем планы подразделений на текущий год. На этой неделе мы приняли решение, что... А это обычно принятие отчета и тут же утверждение плана. Мы приняли решение, что мы планы относим до апреля и просто утверждаем отчеты. Потому что мы сейчас находимся в точке, что формирование планов, любых формирований... Понятно, у нас есть ориентир, это прошлый год. Мы всегда его берем за базовый, смотрим там период, три года обычно смотрим. Но сейчас столько переменных, что ведь план это... Это в том числе не только цифры, это в том числе способы их достижения. У нас отменилась, слава богу, у нас, слава богу, отменилась стратегическая сессия. Мы такие проводим для подразделений, когда ищем сильные решения на каждый год. Мы в этом году, у нас там ключевые сотрудники заболели, и слава богу. Потому что сейчас можно все, что мы нагенерили, можно было бы зачешкнуть. Но история-то понятна. Мы начинаем экономить для начала. Пока не рассосется дым, мы делаем две вещи. Прижимаемся. Мы экономим, мы смотрим, где мы можем, что по старым ценам забрать, какие активы для того, чтобы производство не стояло. Смотрим альтернативные... Но ведь то, что мы выпускаем приборы, мы же понимаем, что часть продукции у нас импортная, и мы не можем... У нас, если мы, опять же, вспомним, что у нас в Кировской области, у нас крупнейший в Европе завод по производству фторопласта. Поэтому тот фторопласт, который мы применяем в своем приборе, к сожалению, китайский. Но он дешевле. При сопоставимом качестве он дешевле. Ну вот так вот. Вот можно и честно говорить. Нужно. Ну, поэтому для нас это или повышение себестоимости, местный можно брать, или повышение себестоимости, или какие-то расторговки. Понятно. Ждем более-менее определенности. Вопрос совсем уже коротко, с учетом 31-летнего опыта работы компании. Ну вот внутренние есть ощущения, с чем сравнить происходящее? Или это совершенно иная реальность уже совсем? Сравнить не с чем, но первое ощущение – это вернулись в 90-е, когда был бартер, когда цены формировались. Вот у нас мы второй… на самом деле мы второй год. Практически прайс у нас – это только ориентир, а отдельные поставки мы отдельную цену всегда считаем для наших постоянных. Я опять подписал письмо всем нашим крупным потребителям, что мы вынуждены на этот год оставить такие истории. Но я не помню, чтобы так массово мы работаем и с зарубежными компаниями, там, по насосному оборудованию, по автоматике. Ну, тут, наверное, все хуже. Все хуже, они стараются выдержать свои контракты. Понятно, что они в своих решениях, наверное, не только от себя зависят. И только экономикой руководствуются. Да. Сергей, к сожалению, вынужден завершать. То количество сфер деятельности, которыми вы занимаетесь, не позволяет нам вписать, серьезно поговорить обо всех программах. На самом деле, я хочу искренне поблагодарить за принятое приглашение принять участие. Понимаю, насколько это непросто, когда таким объемом общественной деятельности занимаешься, еще в такие непростые времена, собственно говоря, большая нагрузка в коммерческой деятельности. Своей стороны, хочу пожелать успехов. Уверен, что еще не раз будете находиться в этой студии и отвечать на различные вопросы. Я же в своей программе пока старался показать больше вас, как, собственно говоря, человека. а не функцию, как вас сюда иногда приглашают и задают вопросы. Надеюсь, мне это удалось. И наши радиослушатели, собственно говоря, узнали, что такое, каков Сергей Улитин и что является его делом по жизни. Спасибо, успехов и удачи. Спасибо. Зовите еще. Это была программа «Разговор по делу». До свидания. Разговор по делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова